АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жил-был царь. И было у него три сына. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот он собрал их один раз и говорит. Ну, так-то, дети, я решил вас женить. В общем, напишите пост в соцсетях. Кто первый лайкнет, ну, тот и жена будет. Запустил старший сын свой торс. А я делаю селфи. Селфи, селфи. Лайкнула его. Настоящая красавица. Если хочешь добавить себя на всех разрывай. А если же не мужчина, а лайфай. Ну, какой торс, такая и красавица. Запустил средний сын. Ужин свой. Первый лайф-фотку. Главный повар столовой номер пять. Сара Абрамова нашли персон. Жири, жири, выжижка. Устану фишечка. Твои свишечки. Жири, жири, выжижка. Ну, а еще сын запустил котика. Тра-та-та, тра-та-та, убивала монкота. Долго никто не лайкал. Но однажды лайкнула фотографию женщина-кошка. Из цирка Юрия Куклачева. И сыграли все три свадьбы разом. Объявляю вас мужем и женой. И вас объявляю мужем и женой. А для вас мой рабочий день закончен. Девушка, а как же мы? Браки между людьми и кошками запрещены законом. Но я же не просто кошка, я женщина-кошка. Мяу. А определяющее слово здесь кошка. Ну, ладно. Женщина. Супруги, можете поцеловать друг друга. Мяу. Ну, так, не расходимся. Но я решил не тянуть кота за хвост. Женщина-кошка без обид. Хочу посмотреть, какие вы хозяйки. Вот у тебя такие большие губы. Ты должна надуть воздушный шарик. А ты хорошо готовишь. Ну, значит, сваришь борщ, а ты роскошка, поймай мышь. Просто у него хроническое косоглазие. Нет, просто я самодур. Ну, подведем итоги. Повариха не смогла надуть шарик, потому что надула щеки. Блондинка не поймала мышь, потому что она просто боится мышей. В итоге победила женщина-кошка. Потому что определяющее слово здесь женщина, она умеет варить суп. Ну, раз ты победила, будешь танцевать для меня танец. Махнула женщина-кошка правой рукой. И разлилась озина? Нет. И попала по лицу силиконовая красавица. Махнула женщина-кошка левой рукой. И полетели лебеди? Нет. И полетели зубы у поварихи. А пока она танцевала, младший сын сжег ее шкурку. Как сжег? Это же была моя единственная шуба. Эй, кактенок, ты звезда ютуба. Хочешь, у тебя будет новая шуба? Увезу тебя в тридевятое царство. Там найдется от тоски твои лекарства. Но ты и лох. Ну, раз у меня больше слов нет в этой сказке, я с вами прощаюсь, мы пошли домой. Пошел и младший сын искать свою жену. Эге-гей. Долго ли, коротко ли, шел, шел младший сын и пришел к бабе Еге. Сегодня, сегодня, сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди, как люди, а я супер-ега. Супер-ега, ну расскажи мне, как победить, Кашея. Все очень просто. Надо победить его в рэп-баттле. Да какой рэп, я читать-то его не умею. Давай мне лучше по старинке, меч-кладенец какой-нибудь. Вот тебе словарь, рифм русского языка. Читай, побеждай. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Пошумим. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ты не ты, когда голодит. Съешь, шниггерс. Лучше. Лучше. ЛАВА-АСИДАН. БОЛЬ СУРОЖАН. ЛОБА ВОКОВ ХЛАМ. ТАССИЛИК НИЗКО. КОРПУС ПО АСФАЛЬТУ. ВЫСЕКАЯ ИСКРЫ. КОПЫМ НА ХВОСТЕ. Мы в ЗОНЕ РИСКО. Я вообще не местный, да и без прописки. РАУНД! Ну, мне, конечно, больше понравился рэп мужа, потому что он на английском, а я сама из Америки, но останусь я с Кащеем, потому что сердцу не прикажешь. Сдохни, 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 сдохни. Ты забыл, что я женщина-кошка? Определяющее слово сейчас кошка. У кошки девять жизней, а ты ударил всего восемь раз. Пока! Да, добро в этот раз как-то не совсем победило. Определяющее слово совсем. И никого не осталось из приличных людей. Почему никого? А я? Все люди как люди, а я шеплю железда. Аплодисменты, это был первый тренд. Молодцы! Сколько мы смотрим, это уже еще.